Чего не хватает-то? Все хватает, все работает, промышленность. Медведев там настроил у нас на Уралмаши, да, там это... Штампуют там танки бесконечно. Да-да, Медведев же сказал, что полторы тысячи танков можно какие-то делать. Они делают, они делают. Здравствуйте. Привет. О, как вас хорошо слышно. Да, вас тоже, кстати. Потому что тут, что не собеседник, то эхо сплошное. Согласен, это очень удивительно, потому что я постоянно приходится с этими сложностями бороться, объяснять людям, что у вас либо колонка, либо еще что-то, они никак не могут переключить звук. Нет, для этого это самый простой способ, наушники, вот и все. Кстати, были у человека наушники, и он почему-то, у него, видимо, был ноутбук то ли что, и он, видимо, не переключил способ общения, там есть же все-таки в ноутбуке, да. И у него вот это эхо и передалось, и в наушники сюда. Я говорю, слушай, друг, ну, у тебя, говорю, конечно, я тебя идеально слышу, все нормально по микрофону. Но тебе нужно микрофон настроить, чтобы у тебя был через наушники тоже, и он так и не смог переделать это. Ну, думаю, ну ладно. Ну ладно, бог с ним, вы из какого города? Я из Нижнего Новгорода. А вы откуда? Новосибирск. А, Новосибирск. Вы о чем беседуете тут? А я обо всем подряд. Слушайте, меня вот знаете, что интересует? Я услышал такие новости, вот Евгений Пригожин, знаете вот такой Евгений Пригожин? Ну, Вагнер. Да, да, конечно, конечно. Вот, вот. Он говорит, что типа снарядов нету, Министерство обороны не дает снаряды. Говорит, мы отступим из-под Бахмута, если нам срочно не начнут давать снаряды. Я тоже это слышал. И это для меня вообще удивительным фактом явилось. Я не понимаю, или Пригожин стал предателем, или его кто-то хочет подставить, потому что Стрелков до этого говорил уже много раз что-то подобное, что Россия проигрывает. Что происходит? Я был удивлен насчет того, что он сказал это, и я вообще был в шоке. Потому что я общаюсь, ну, общался, не общаюсь в данный момент, общался с вагнеровцами, с ребятами, кто там воюет. У меня брат воюет там на передовой тоже. Вот. И я не слышал о таком, и мне ни разу не говорили. Наоборот, передовое оружие какое-то поставляют взамен старым там и так далее. И я был абсолютно удивлен вот этому заявлению. Я вообще был в шоке. И я не понимаю, как это вяжется с тем, что вроде у них все нормально на самом деле. А может это какой-то, как сказать-то, так сказать, способ, не способ, наверное, а не манипуляции даже. Я даже не знаю, как это объяснить, что зачем он таким способом решил через СМИ там заявить, что мы решили отступать. Может, это какой-то хитрый обман, может, или еще что-то перед тем, как... Я что-то не понимаю, почему отступать они должны. Все хватает вроде, как говорят ребята с фронта, все хватает, там подвозят, там все есть. У меня ребят на передовой там воюют. И я не понимаю, почему они должны отступать. Либо им из-за этого заявления скажут, что отступать. Почему-то. Хотя это неправда, я думаю. Это вообще неправда, я думаю. Так нет, на самом деле Бахмут ведь давно захватили. А он говорит, что мы... Конечно. Не, а он говорит, мы из-под Бахмута должны выйти. Может быть, не до конца его захватили даже еще, получается? Ну, может, нет, до конца-то захватили-то захватили. По-моему, Бахмут захватили еще когда говорили, еще три месяца назад. Да, у меня, во-первых, я скажу, у меня троюродный брат, не родной, да, там не двоюродный, троюродный брат, но я с ним связь держу. Ну, он воевал под Углидаром. Вот. То есть он заработал себе там разные удостоверения и так далее, и они захватили все там. Да, Углидар же захватили, правильно? Да, конечно. Почему они оттуда должны уходить? Для меня это большая, не то что загадка, а... А, не-не-не, подождите, Углидар не захватили, Солидар захватили. А под Углидаром, наоборот, украинцы расстреляли все российские войска. Они пережали потом, у него боевые, за боевые действия под Углидаром, за пережатие обороны, он когда перешел у меня на артиллерию из пехотных войск, он получил старшего командира батальона. И они захватили, ну, перебили Углидар. То есть, ну, там все, там все занято было. И я не понимаю, почему, там, под Артемовском, да, по всем этим делам, почему они должны отступать. Я вообще не понимаю. Так вот, а я думаю, что этот самый, как он, Пригожин, его, наверное, или пиндосы купили, заплатили ему. А как это еще иначе объяснить? Я сам не... для меня это... Я, опять же, оговорюсь, это для меня большая загадка. Я вообще не понимаю, чего, что это за... Что это за такие, как бы сказать... Ну, у нас везде... Ладно, я начну с другого. У нас везде транслируется о том, что у нас успешные наступления, успешные продвижения, успешные продавки. Да, они не быстрые, но стандартные по наступлению. Один, два, там, три километра, все стандартно. И почему нам вдруг заявляют, что мы должны отступить, потому что у нас не хватает патронов? Это что за какой-то бред? Для меня это как будто... Это бред какой-то, страшный сон какой-то, я не знаю. Ну, как так можно заявить о том, что у нас не хватает? Все у нас хватает. Почему он это говорит? Мне кажется, это либо неправда какая-то, либо, как вы говорите, его там перекупили, еще что-то. Я думаю, пиндосы ему заплатили. Потому что Стрелков, помните? Стрелков давно говорит, что Россия вообще войну проиграла. Вы слышали, что этот Стрелков продажный говорит? Он давно уже. Давно уже. Да? Да? Да. И что? Как вы думаете? Насколько это соответствует действительности? Это... Я вообще не понимаю, что происходит. Честно скажу. Россия, что хоть одну войну хоть раз проигрывала, что значит проиграла войну, правильно? Это бред. Нет. Это то ли постоянно оттягивание туда-сюда, и вот постоянно резервы будут тратиться там и там и там, да? И зачем это нужно? Может, они тянут время для чего-то, какого-то... Я не пойму, для чего даже. Уже почему? Уже давно уже многие современные даже комплексы, там, санцепелки там и так далее, после санцепелков уже, потому что они достаточно недлиннобойные, там, уже разработали, которые в работе тоже там на фронтах воюют, и которые более дальнодействованы комплекса. Чего не хватает-то? Все хватает, все работает, промышленность. Медведев там настроил у нас на Уралмашу, да, там штампуют там танки бесконечно. Да, да, Медведев же сказал, что полторы тысячи танков может Россия делать. Они делают, они делают. Чего он говорит, что там что-то не хватает? Что это за бред? Я вообще не понимаю. Я думаю, он продался конкретно, потому что у меня нет других... Это... Причин я не вижу. Потому что Медведев сказал, полторы тысячи танков в год, правильно? Полторы тысячи танков в год, это 125 танков в месяц. Значит, там танки должны стоять тремя стенами сейчас, и пойти наконец-то сделать эмиссию. Так и должно быть. Я не понимаю его вот этого заявления, какого-то... Я даже... Никто даже не ожидал. Я даже не знал, что такое может быть. Это что-то нонсенс какой-то, я бы сказал. Ну и как к этому относиться? Я в растерянности, можно так сказать. Я не знаю. Это как... Это... Блядь, я даже не знаю, что думать. Знаете, как эстросенс, который... Сейчас я на гадальном шаре вам погадаю, там, вот так вот... Я даже не знаю, что это за хуйня. Бред какой-то. Извините меня. Вы слышали два дня назад в Севастополе они рванули нашу нефтебазу? А, так я не то, что слышал. Я видел. У меня друзья в Крыму отдыхали. И что, правда рванули нефтебазу, да? Да, я расскажу вам так, что это люди, это проукраинские люди, которые живут там. Ага. И они, допустим, закупают какие-нибудь модернизированные дроны с Алиэкспресс, которые, ну вот, с бомбами, там, со всякими гранатами, где можно привязать, там, дистанционно отпустить и заглушить, допустим, глушилки там, ну вот, допустим, заводы там или еще чего-то. И вот они таким образом, как бы через посредников, ну, через Украину, естественно, там, к ним присылают деньги. И этим всем, как бы, и пользуются. Вот. Это проукраинские люди, которые живут там. Им не нужно даже присылать людей, понимаете? То есть это партизаны, получается, что ли? Это партизаны, да, которые именно живут там. Вот. У меня друг, он очень давно это все изучает, он там живет, он там знает все это. И он говорит, это просто, есть люди, которые за Россию там, а есть люди, которые за Украину. И вот у них подгорело уже настолько, что они такие, сука, я готов вот, ну, вот что-нибудь хоть сделать, ну, чтобы, блядь, прям вот, ну, блядь, ну, громко было. И вот они делают это. Нет, слушайте, а в Крыму откуда там могут взяться проукраинские люди? Там же все проукраинские люди. А они там живут, они там живут, они там живут, в Севастополе там и жили. А почему, почему их не приберут там к рукам? Что случилось? Какое-то очень странное отношение к Крыму, кстати. Очень странное. У кого? Никаких там, допустим, вот смотрите, допустим, российские сети, допустим, по связи, а они вроде бы российские, на самом деле, там дочерние какие-то компании организуют, там типа, ну вот все такое. Но нету конкретной связи, нету вот каких-то конкретных вот, именно, ну, именно связи нет каких-то, и все как-то на потоке. Типа, да пусть как будет, так и будет. Вот такое ощущение, вот знаете, оставили, типа, ну, живут они и живут их хуйнями. И они творят, что хотят. Вот, ну, у меня только вот такое мнение, как от человека, который там живет, вот как он мне рассказывает, что говорит, вот, ну, типа, может любой пойти там, вот сосед говорит, каждый раз, блядь, все, сука, байли, там, российские, блядь, блядь, гандоны зашли, а другой говорит, блядь, не лгайся, извините, да, извините, вот, вот такие-то вот негодяи зашли, постоянно заходят, там, какого фига, мы жили хорошо, а другие говорят, да мы нормально сейчас живем, и вот у них вот эти стычки происходят, и кто-то вот, ну, не выдерживает, или не то, с ним выдерживает, а вот которые прям за Украину болеют, которые там живут, они вот сделают такие вот диверсии, грубо говоря. А что, а что, с ними не могут разобраться ФСБ, что ли, я не понял? Что-то не берутся, почему, не знаю, что-то как-то, может быть, слабенько, слабенько как-то занимаются, хотя должно быть наоборот же, да, там, Крымский мост, вот это все, упор-то должен быть, ну, вот, там, организован, вот это такой жесткий контроль, я бы сказал, ну, это же, во-первых, первоочередные зоны, там, нападений и так далее, там, ну, они же всегда там в этой, в красной зоне, грубо говоря, но почему-то следят, может, за теми, кто с Украины должен заехать, а за теми, кто внутри, может сделать, не следят, я не знаю, ФСБшники знакомые, там, вот, ну, я не буду говорить, кто, говорят, что лучше сейчас не ехай, потому что там вот есть вот такие вот моменты, что люди какие-то некие, которые там живут, начинают организовывать какие-то, знаете, как повстанцы, что ли, или как что, вот такие вот диверсии. Да какой там ехать, туда вообще люди боятся ехать-то, недвижимость люди продают, убегают, я знаю. Ну, недвижимость немножко упала, недвижимость немножко упала, но не на много, и я думаю, что в будущем она, наоборот, подрастет, если все уладится, потому что... Конечно, Крым-то мы ведь не отдадим, правильно? Конечно, ну, и вот-вот, и у меня друг купил на берегу моря, в отеле, квартиру, которая достроилась благодаря кому? Когда в Украине воровали деньги, не могли достроить там три здания, огромных на берегу, и он, ну, решил вложиться, потому что там копейки стоили, ну, квадратный метр. Ну, он решил вложиться, и тогда зашли московские там, ну, естественно, московские эти организации, которые по-быстренькому все это застроили, сделали, облагородили и так далее, там, восстановили сервис там и так далее, вот, и там ценник поднялся, вообще космос, а сейчас, естественно, ну, опустился, ну, понятно, почему. Я бы на его месте, честно говоря, не рисковал бы, я бы продал бы все. А у него это просто не единственное жилье, а там 15-е, допустим, ну, 15-е. Какая разница, я бы в Крыму все продал, потому что... А он вот, он наоборот, он рассчитывает на то, что, типа, вот он такой тоже, думает, что все вроде как бы должно пойти так, что я в будущем, типа, стану наоборот нормально. Ну, даже если он потеряет это жилье, он не потеряет своих последних денег. У него где-то 6 квартир в Ростове, в Краснодаре там 5, в Новороссийске, ну, в общем, много этих какого... Ну ладно, меня это не интересует, меня больше интересует, почему такие значимые люди, как Пригожин, поют под дудку сейчас американцев и натовцев. Вот это я не понимаю. Вот это для меня тоже загадка. Для меня это загадка. Я не знаю. Я не знаю, как ее разгадать даже. В общем, я потерял веру в командование российское, честно говоря. Поэтому я уже не верю, что... Для меня это удивление огромное. Почему нельзя там продавливать и давить, и держать, удерживать, потому что возможности были и есть. Но почему они говорят такие вещи, что каждый раз... Танков в море. То сюда. От самолетов в море. То сюда. И они каждый раз... Ресурсы мы теряем просто. Теряем просто ресурсы. Теряем ресурсы в плане граждан, которые там, да, воюют. Не, не, но у нас-то в России граждан полно. Сейчас же вот собираются мобилизовать, я слышал, 450 тысяч, что ли, что-то такое. У нас уже с нашей области тысячу человек. Это... 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 Сами люди пошли. Вот. Тысяча человек пошли. Просто. Это с какой... Какая область? Нижегородская. Нижний Новгород. А. Только тысяча человек со всей области? Что-то это мало. Но это, как бы, сами, которые пошли. А. А там еще не считая тех, кого набрали просто. Да, не считая тех, конечно. А, это чисто добровольцы. Плюсом. Добровольцы, да. Плюсом добровольцы. Не, ну ладно, молодцы нижегородцы, блин. У нас много гимн, да. У нас много приезжает там. Груза 200 там. И так далее. Но кто-то и живой приезжает. Я общался с ребятами, которые живые. У меня брат до сих пор живой. Не, ну люди, люди-то все-таки за родину гибнут. Правильно, не просто так. Они же не просто так отдают жизнь. Вот, так что... Ладно, посмотрим, что будет, конечно. Но неутешительно. Неутешительные сейчас вещи. Я тоже не рад. Я тоже. Мне тоже не нравится вот это вот... Испортил мне и стрелков, и пригожен настроение. Нет у меня больше неверои. Вот это очень много... Очень много генералов, которые по направлениям очень много проигрывали, потому что очень глупо поступали. Там направляли, допустим, без разведки, без всего. Там, допустим, там БТР и все, танки. Их просто расстреливали из города. И все. И как бы... Да, да. И... А зачем вопрос? А почему? А почему так? А почему так? А почему не было разведки? А потому что нету Сталина сегодняшнего. Потому что он бы вредить вот так не дал. Он бы как начал расстреливать всех подрядов. И вы понимаете, в чем суть, да? Ну, вы понимаете. Они дальше так и работают там, представляете? Да. Они так дальше, там и работают генералами. А еще... Ладно, они... Ладно, а нам что делать? Нам, простым россиянам, что делать? Офигевать, я не знаю только... Вот офигеваю, вот я офигеваю, уже нету веры вообще никому. Это просто какой-то... Может быть, Путин где-то ошибается, неправильно делает, или как? Я, честно, не могу сказать. Я не могу... Ну, настолько не знаю, что... Просто я знаю, что есть люди, почему-то они почему-то держатся до сих пор. А почему для меня тоже загадка, опять же. Понятно, понятно. Ладно, я пойду тогда, можете... Мне интересен этот вопрос, потому что никто не может на него ответить. И я сам вообще понять не могу, что происходит. Хоть беги вообще в другую страну. У меня есть человек, который... Ну, он вот в Крыму. Я с ним общаюсь, но время у меня очень позднее. Я не могу тому позвонить, допустим. Но он мог бы объяснить, но... Он объясняет, но это все то же самое практически, что мы с вами и обсудили. Мы обсудили то, что нет никаких объяснений. Вот что мы обсудили. Вот... Вот... И почему... А почему никто уже не знает? Вот почему. Вот, вот. Никто не знает почему, конечно. Ладно. Давайте все. Держитесь тогда. Спасибо вам. Спасибо вам за разговор. Давайте, давайте. До свидания. Крепитесь. Держитесь, блин. Ни хрена вам не поможет, ребятки, блин. Держитесь. Держитесь. Штанишки держите. Свои. Когда будете убегать, блин, отовсюду. Ух, пригожен негодяй какой. Продался злым пиндосом. Ух, говорит, уйду из-под бахмута. Как он Артемовска, они его называют, блин. Уйду, говорит, из-под бахмута, если снарядников не дадите. Субтитры подогнал «Симон»!